привет с вами по-прежнему арта ласки и сегодня мы продолжим рисовать этот грузовик для игры blood last в первой части мы рисовали вот такой вот скетч начали с небольшого набросочка точнее не на тот показывают и потихоньку отталкиваясь от вот этой боковой проекции уже сделали вот такой полноценный скетч однако здесь все равно еще есть что поправить поэтому сейчас мы этим и займемся а прежде чем мы начнем заглядывайте на канал холи манки правда сейчас он называется клуб анонимных гейм-девелоперов но суть это не меняет так как видюшки здесь довольно интересные качественные особенно будет интересно тем кто интересуется именно технической частью создания игр то есть программирование подписывайтесь будет довольно интересно а я продублирую слой нажав control g и тогда у меня появится собственно дубликат один из которых я просто спрячу а теперь я удалю отсюда все лишнее то есть вот эти вот три скетча и просто продублирую сюда первый вариант и буду теперь править значит вот это колесо я перетащу немного правее вот так хотя на самом деле можно было бы даже сделать это еще немного и немного опустить крыло которое прикрывает собственно само колесо отлично с этим колесом разобрались теперь пожалуй можно сделать то же самое и с задним примерно вот так собственно всякую мелочевку сейчас добавлять мы сюда не будем чтобы не нагружать скетч деталями однако им было бы неплохо пожалуй вот эту крышу у кузова опустить чуть чуть ниже хотя мне кажется что было лучше но сейчас я это проверю поправлю здесь некоторые детальки и давайте его сейчас сравним с первым вариантом и честно говоря высокая крыша мне здесь нравилось намного больше и вот это вот прикрывающая крыло тоже здесь смотрелось немного лучше когда она была выше поэтому эти две части я в принципе оставлю как было но расположение колес оставлю как сейчас думаю это крыло стоит тоже немного подвинуть сюда и то так мне нравится больше а чтобы снова не заморачиваться с крышей я поступлю следующим образом это я просто удалил а вот эту крышу крышу вот так вот продублирую отлично эту штуку можно теперь просто удалить а сейчас будем чистить контур чтобы все вот это дело было аккуратненьким и готовым для покраски и начну я с кузова так как на мой взгляд это сейчас самое простое ну и пожалуй самая быстрая здесь в принципе технология достаточно простая важно чтобы контуры были аккуратными это раз во вторых они должны быть плавными для того чтобы проверить насколько контур получился плавным я обычно отдаляю конечно можно добавить такое нибудь окошко в котором будет уже отдаленный вариант вот но мне проще так вот приближать отдалять и я вижу что слишком сильно сглажена поверхность а мне это не нужно поэтому я немножко переделываю здесь тоже небольшой перебор и вот такой вот угол как раз мне и нужен теперь подобный угол нужно продублировать фактически на всех остальных частях только я сейчас отсюда удалю для ориентирования у меня есть принципе еще вот эти вот линии которые точно так же разделяли поэтому я сейчас возьму просто выделение и сделаю вот так вот через control shift alt и левую кнопку мыши отлично с этим пока что закончили хотя нет еще же вот эта часть есть пока вот так вот все стираем и точно так же через выделение просто дублируем все остальное отсюда пока что убираем чтобы она не отвлекала и не создавала лишний шум с другой стороны нужно просто озеркалить тот же самый узор то есть два пикселя вот тут один вот тут и два вот тут а теперь просто вот так вот закрыть пожалуй можно даже слегка еще отодвинуть и сделать что-то вроде такого но кажется это перебор это слишком короткая а можно даже попробовать сделать ее еще чуть более плавной вот таким вот образом но теперь следует провести еще одну линию чтобы продолжить крышу пока что сделаем вот так и видим что здесь у нас тоже кое-что сломалось если отдалить то угол здесь будет немного некрасивым сейчас мы это исправим вот таким вот образом в принципе все оказалось даже чуть чуть проще чем я думал и вот такой вот узор здесь более чем подойдет однако я хочу сделать немного по-другому и слегка расширить так сказать угол перспективы для этого я просто отодвину вот эти вот рамки так с кузовом пока что можно закончить и давайте перейдем кабине сразу здесь пожалуй сглажу вот этот угол и по сути все эти непрозрачные пиксели которые я добавлял скажем так для того чтобы можно было наглядно посмотреть как это будет выглядеть уже в более проработанном варианте может где-то что-то подправить надо будет сейчас все эти штрихи приходится убирать но в принципе это не слишком заморочено поэтому ничего страшного так и немного ошибочку эту сделал а именно с окном который здесь сама по себе в принципе плоская а наклонная здесь именно крыша принципе это несложно исправить и пожалуй можно немного продлить наклон крыши что-то вроде такого и пока я тут заметил чтобы потом не забыть пожалуй сразу расширю все-таки вот эту зону долго она мне не дает покоя но сейчас конкретно мне кажется вот именно в таком варианте она будет выглядеть намного лучше вот потом уже подправлю здесь все как надо а пока что вот просто так вот и и расширил но чтобы не затягивать видео я сделаю это все в ускоренном процессе есть принципе все и так должно быть понятно и вот и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА